В древности люди полагали, что живут на обширной плоской поверхности, хотя и покрытые кое-где горами и впадинами. Это убеждение сохранялось на протяжении многих тысяч лет, пока Аристотель в IV веке до н.э. не заметил, что уходящее в море судно пропадает из виду не потому, что по мере удаления уменьшается до недопустимых глазуразмеров, а напротив, сначала исчезает корпус корабля, потом паруса и, наконец, мачты. Это привело его к заключению, что Земля должна быть круглой. А что мы можем сказать о Вселенной? Стоит ли вообще размышлять над тем, какой она форма? Можно ли вообще определить форму Вселенной подобно тому, как мы сделали это с родной планетой Землей? Что бы вы тогда увидели? Бесконечную темноту, множество пузырьков, снежный шар, а может быть лабиринт в руках Логоса? Определить форму нашей Вселенной оказалось куда сложнее, чем считалось. С одной стороны, она может быть бесконечно удалена, как, например, Half-Life и Цифра 3, так и иметь замысловатую форму и даже быть конечной. Конечно, любые умозаключения о возможной форме нашей Вселенной должны опираться на реальные факты, полученные из астрономических наблюдений. Без этого даже самые красивые и правдоподобные гипотезы обречены на неудачу. Поэтому посмотрим, что говорят о Вселенной результаты наблюдений. Прежде всего, заметим, что в каком бы месте Вселенной мы не находились, вокруг любой ее точки можно очертить сферу произвольного размера, содержащую внутри пространства Вселенной. Такое несколько искусственное построение говорит нам, что пространство Вселенной представляет собой трехмерное многообразие. Сразу же возникает вопрос, а какое именно многообразие представляет нашу Вселенную? Согласно расчетам, их так много, что полного списка до сих пор не существует. Но все же наука не стоит на месте, и многолетние наблюдения показали любопытные результаты. Вселенная обладает рядом физических свойств, которые резко сокращают число возможных претендентов на ее форму. И одно из главных таких свойств — топологии Вселенной и ее кривизна. Разумеется, конечность не предполагает наличие у космоса края, с которого можно вывалиться, как из переполненного звездолета. Например, поверхность нашей планеты конечна, но выйти за пределы сферы, перемещаясь по ней, не получится. При положительно изогнутом варианте мы получаем четырехмерную сферу. У этой разновидности есть конец, но не выделяется четкая граница. Если точнее, то две частицы пересекли бы ее, прежде чем вернуться на старт. Вы можете даже протестировать это в домашних условиях. Возьмите воздушный шар и проведите прямую линию, пока она не вернется в начальную точку. Этот вид вписывается в три измерения и появляется, если в космосе есть огромное количество энергии. Чтобы полностью изогнуться или замкнуться, пространству пришлось бы остановить расширение. Это произойдет, если появится масштабный энергетический запас, способный создать край. Есть и предположение, что Вселенная имеет форму так называемого четырехмерного седла. Эта форма лишена границ в пространстве и времени. Здесь мало энергии, поэтому Вселенная не перестанет расширяться. Если пустить две частицы по ровным линии, то они никогда не встретятся, а просто будут бесконечно расходиться, пока не уйдут в разные стороны, как полушарии мозга от этого понимания. Есть и представление о том, что Вселенная, да-да, плоская. Если это так, то критическое количество энергии будет колебаться между крайностями и спустя какое-то время расширение прекратится. В такой Вселенной две частицы будут путешествовать параллельно, но никогда не разойдутся и не встретятся. Легко представить эти три формы, но есть еще множество вариантов. Футбольный мяч напоминает идею со сферической Вселенной. Ну и, конечно, форма пончика, технически плоская, но связанная в определенных точках. Некоторые считают, что в пользу этого варианта говорят огромные теплые и прохладные пятна, встречающиеся во Вселенной. Но давайте вернемся в начало. Самое начало. Если учитывать теорию Большого Взрыва, то, соответственно, не существует понятия здесь и там, до и после. Вся материя мира была сосредоточена в одной точке с практически нулевым размером и, соответственно, практически бесконечной плотностью. Не существовало и времени, потому что в самой точке ничего не происходило, а за ее пределами ничего не было. И, следовательно, происходить не могло. Затем, в силу каких-то причин, точка взорвалась и начала расширяться. Новорожденная материя стремительно, со скоростью света хлынула в окружающее ничто. Появились энергия и силы. Ядерные, электромагнитные и гравитационные. Так появилось и начало течь время. При этом, можно даже определить возраст Вселенной. А он составляет около 15 миллиардов лет. Если это так, то становится ясным ответ на вопрос о размере Вселенной. Если она верна, размер Вселенной с легкостью может подсчитать даже консультант картонных игрушек. Нужно просто умножить время на скорость разлетания материи. То есть, на скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Скорее всего, эта скорость с годами становится несколько меньше, но для простоты расчета будем считать ее постоянной. Да, получается огромное число, со множеством нулей, но все же не бесконечное. Вывод? Вселенная велика, но конечна. А стало быть, должна иметь не только размер, но и форму. И вот тут начинается самое интересное. Логичное и проще всего считать, что Вселенная имеет форму сферы. В самом деле, если материя разлетается из единого центра с постоянной скоростью, то что это может быть? Как ни сфера? Как ни крути, но классический взрыв подразумевает именно эту форму. Но что, если скорость не постоянна, и Вселенная не замкнута и неоднородна? Тогда форма становится весьма переменчива. Например, прямая или изогнутая четырехмерная плоскость. В этом случае Вселенная не замкнута. Вечно и бесконечно. Но есть еще одна интересная мысль. Советский ученый Дмитрий Иваненко еще в середине прошлого века выдвинул предположение, что Вселенная, во-первых, замкнута, а во-вторых, далеко не везде подчиняется законам так называемой эвклидовой геометрии. Это означает, что где-то есть места, где параллельные линии пересекаются и даже перетекают одну в другую. Например, отправившись в путешествие из одной ее точки, скажем, с планеты Земля, и двигаясь, как нам кажется, строго по прямой, мы в конце концов очутимся там же, на Земле, хотя и через очень большое количество лет. Если это так, то Вселенная похожа на бутылку, или тыкву, или кеглю. В общем, на что-то подобное. Да, мы рассмотрели очень много форм, но так и не смогли определить точно. Радует одно. На сегодняшний день информация о форме Вселенной научное сообщество пытается получить и следует так называемое реликтовое излучение. Ведь большой взрыв сопровождался выбросом не только материи, но и излучения. У этого электромагнитного излучения, называемого реликтовым, есть свои неизменные физические характеристики, которые позволяют астрофизикам отличать его от обширной разновидности других космических лучей. Считается, что реликтовое излучение до сих пор равномерно заполняет Вселенную. Более того, сегодня стало возможным измерять кривизну наблюдаемой Вселенной. В этом случае форма уже начинает вырисовываться. Нам лишь нужно чуть больше времени. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своими формами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok